Всем доброго-доброго утра. Традиционно наша тема частица целая Вселенная, то есть мы продолжаем с вами такое путешествие в миры Данила Андреева. У нас русский космизм тема развивается очень интересно. Мы передаем непосредственно от русских космистов такие вот ниточки, как парампуру. Потому что нам в 90-е годы удалось познакомиться с многими выдающимися, удивительными людьми, которые имеют непосредственное отношение к нашим русским космителям. Сегодня мы будем говорить о Данииле Андрееве. И Данила Андреев это, конечно же, Роза Мира. Мы были знакомы с Аллой Александровной Андреевой, его вдовой. Поэтому то, что буду говорить сегодня, наверное, в какой-то мере уникально. Потому что это непосредственная передача живого общения, которое состоялось в те годы. Все вы знаете, что в свое время мы выпускали газету, которая называется «Вестник Московского лесотехнического института». Она и сейчас так же называется, но только уже «Вестник», уже даже не в Голдии, я теперь не знаю, как она называется, с тем, что листик совокупили к Бауманскому университету, но она стала... Наше название «Вестник», которое связано в том числе и с книгой Роза Мира, оно сохранилось. В этом, конечно, маленькая тайна, наверное, будет, которая раскрыта для всего лесного братства. И я хочу сказать, что действительно, наш институт, он уникальный. Можно по-разному относиться к Пыжикову, но он в своей лекции тут сказал, что институт был организован Берией. Ну, он был вообще ли именно организован. Но почему Берией? Потому что Берией стоял у основания нашей космической всей индустрии. А «Вестник» был создан как космический институт. Там же секретный был факультет ФЭЛ. Поэтому иностранцев в наше время там не было никогда. Потому что факультет, который готовил кадры для НПО «Энергия». НПО «Энергия» — это Центр управления полетом, это космос. И вот у нас появилась вот эта газета, в которой появилась рубрика «Частицы целой Я Вселенной». Вал страстей разбиваются у входа в это осененное благодатью место. Ибо здесь хранится святое, память, живая связь с великим русским поэтом, завещавшим Россией замечательное произведение и глубокие мысли. Конечно же, когда шли брать интервью у Аллы Александровны, безумно волновались. А все оказалось гораздо проще и человечнее. Собственно говоря, интервью не получилось, так как за разговорами и воспоминаниями Аллы Александровны мы про него просто забыли. А воспоминаний было много. И о годах лагерного заключения, и о незабываемой встрече с Данилом Леонидовичем после многолетней разлуки. Мне все-таки хотелось бы зачитать его стихи, потому что Алла Александровна подобрала именно те стихи, которые связаны с природой. Вот блаженство ранью заревую выходить в дорогу босиком. Тонкое покалывание хвои увлажненным сменится песком. Часом позже сущую или влагой будут спорить глина и листва, жесткий щебень, осыпи обрага, гладкая, прохладная трава. Если поле утреннее сухо, что сравнится с пылью золотой? Легче шелка, мягче мха и пуха, в колеях ее нагретый слой. Плотным днем, от зной анимелом, бросься в яр прозрачный. И когда преском струй у пламенного тела запоет прекрасная вода. И когда языческим причастием просветлен, вернешься на песок, ног твоих коснется тонким счастьем, стебелиный каждый голосок. Если же вечерние долины изнемогут в млеющей росе, и туман блаженный и невинный зачудит на сжатой полосе, новый дух польется по дороге, кружится от неги голова, Каждой капле радуются ноги, как листы и корни и трава, но еще принятельнее во мраке пробираться узкую тропой, ощущая дремлющие знаки, естества, лишь слухом и стопой. Если мраком выключено зрение, осезанием слушать норови Матерь-Землю в медленном биении, в сокровенной жизни и любви. Не поранит бережный шиповник, не ужалит умная змея, если ты наперсник и любовник первозданной силы бытия. Представляете, это впервые были опубликованы стихи Данила Андреева. Стихи Данила Андреева были опубликованы впервые через 30 лет после его смерти. Стихи Данила Андреева не были опубликованы ни разу, нигде, в течение 52 лет его жизни и 30 лет после его смерти. Вот это уже нас настраивает на состояние поэта, который творил будущее. И мы сейчас поймём, он делал это намеренно, и мы поймём и разберёмся с вами, почему. Но я хочу сказать, что здесь мне очень радостно, что здесь как раз подписано, В. Егоров код бою, то есть это доказательство, что мы тогда этим всем занимались. Написано так, что я вспоминаю вкус этого яблочного пирога, я вспоминаю действительно вот этот чай, который мы всегда пили. Это, если идти по Тверской и Емской от Кремля, вот чуть-чуть пройти, главпочтаб, и вот там вот переулок налево, какая-то это улица, плохо ориентируясь в Москве, вот там дом был, где у неё была квартира. В этой квартире царил дух, совершенно удивительный дух интеллигенции, духовности и какой-то тайны. Когда мы впервые познакомились в Центральном доме литераторов с Аллой Александровной, вот здесь вот на этой фотографии она такая, как когда мы познакомились. То есть это была высокая статная женщина, всегда очень с прямой спиной. Я никогда не видел Аллу Александровну сгорбленной. И я так запомнил, когда сказали, сейчас перед вами выступит жена Данила Андреева. Андреева. Она вышла, говорит, вдова Данила Андреевна. Как она красиво, с достоинством поправила. Когда я ещё до знакомства с Аллой Александровной увидел фотографию Данила Андреева, у другой нашей знакомой, конечно, меня она очень потрясла. Сразу как-то вот показалось, что этот человек очень-очень непростой. Он, конечно же, относится к тем писателям, которые он называл «Вестники». Вот поэтому наша газета стала называться «Вестник». То есть те, кто несут какие-то определённые вести. В основном мы пили чай, потом мы переходили в комнату, где стояла печатная машинка, на которой была напечатана «Роза мира». А экземпляр «Розы мира» был единственным. Он был у Аллы Александровны. И также там находились рукописи. В те времена, о которых я сейчас с вами говорю, эта книга, ансамбль «Русские боги» ещё не был выпущен. Было какое-то удивительное, конечно, таинство. Это первое издательство «Розы мира» с дарственной Аллой Александровной. Всё доказательно. Где она как раз-таки пишет, что это «Роза мира», которая очень много ходила неправильно изданных «Розы мира» до её издательства. Единственный экземпляр «Розы мира» хранился только у Аллы Александровны с правками Данила Андреева. И вот это вот он как раз был первым изданием этого произведения. 21 мая 1991 года. Володе Егорову с благодарностью. Алла Андреева. У нас только прямая передача. И в принципе, я вам хочу сказать, не расстраиваясь, что то, о чём мы говорили, я об этом всём вам скажу, поведаю и ничего не утаю. 2 ноября 1906 года. Родился в Берлине. Сын знаменитого отца Леонида Николаевича Андреева. И в детстве он даже написал такую, в общем, огромную эпопею, он написал эпопею, в которой рассказывалось о жизни на других планетах. Все планеты были вымышлены, не планеты, а даже Солнечной системы. Он написал религию всех этих планет, опираясь, конечно же, на древнегреческую философию. И мифологию. Но он ещё добавил своих. У него, например, был бог веселья. А у нас в традиции кто бог веселья? Верес. Потому что Верес – это весь льётся. Поэтому все праздники Вереса – это всегда большое веселье. Это самый весёлый праздник. Хотя не все весёлые, но всё-таки это Комаедица, Масленица. Поэтому мы с вами опять видим взаимосвязь с предками. И вот по датам мы с вами, как вот эти специалисты по календарю народному, мы сразу видим вот эту чудную взаимосвязь с хранителем вот этой древней мудрости. И вот он ещё занимался с преподавателем. И если Даниил вёл себя хорошо, то ему давался подарок. В воскресенье учитель показывал ему ещё одну букву санскрита. То есть индийского алфавита. Дальше я понимаю, что, конечно, связь с Индией у Даниила была очень мощная. Вот эта удивительная книга «История Индии». «История Индии». Перед вами книга, вы можете подержать в руках Даниила Андреева. Дело в том, что Алла Александровна подарила мне эти книги. Получилось так, что подарила. Вернуть их мне не удалось, потому что, когда всё она издала, она умерла в своей квартире, которая сгорела. Она ушла как феникс. Она просто выполнила своё предназначение и ушла. Поэтому это чудо, которое, видимо, она захотела, чтобы оно осталось. И ещё сохранено два тома индийской философии «Ратхакышна». Это самая блестящая вообще квинтэссенция всей индийской философии. Книги Даниила Андреева. То есть, если там написано «Даниила Андреева», здесь вот не написано, что это его книга, но она его, я вас уверяю. В общем-то, вот с 37-го года начинается уже любовь, супружество, единство Аллы Александровны и Даниила Леонидовича. Он, конечно же, обращался и к Римскому Корскому, сказания о невидимом городе Китеже и Деве Февронии. Обращайте внимание, это всё как раз на самом деле ведический корм. Я сегодня хотел бы сказать, что на самом деле у Даниила, конечно, прослеживается ведическое миропонимание. Это совершенно однозначно. Он свято очень относился, даже не просто свято, страстно относился к родной истории. Она его волновала, и в его мирах у него были сопровождающие. Его ведущими были Лермонтов, то есть Пушкин. Они его водили, он их видел, они его водили по этим мирам. Он в «Розе мира» пишет, что не только живут великие поэты и писатели в «Тонком мире», что даже в «Тонком мире» продолжают свою жизнь великие произведения. Даниил начинает работать над «Странниками ночи». Во многом влияние на этот его роман оказывает, естественно, Достоевский. Вот в этом романе его заставит война. Он сначала составил при штабе, формирующихся в Кубинке, воинских частей с Кубинки, так что рядом. А позже, зимой 43-го, в составе 196-й стрелковой дивизии, шел ледовой трассой Ладоги в осажденной Страшной Ленинградской. Он потом вспоминал, что мне тяжелее, мне хорошо было в тюрьме. Я там мог писать. А писать на войне он не мог. Вся переписка Даниила с Аллой была уничтожена. НКВД. Конечно, все было сожжено. Он писал, я очень прошу не уничтожать письма моего отца ко мне. Письма писателя. Говорю, давайте отдадим их в литературный музей. Их все уничтожили. Ну, что самое интересное, кем он был? Он служил в похоронной команде. Он хоронил. И поэтому Даниил над всеми читал за упокойную молитву. То есть, он вот, его связь с смертью, она совершенно очевидна, вот, Велес, да, вы чувствуете, да? То есть, вот, она вот просто присутствовала в его жизни постоянно. И потом его уже отозвали для работы в тылу. И он работал по своей специальности. Шрифтовик Даниил Андреев понял, что он не вписывается в эту действительность. То есть, он окончил литературные курсы. Он в силу своих вот этих корней великосветских не мог поступить, конечно же, в университет. Он для него был закрыт. Но он понял, что он не может кривить душой, воспевать эту реальность революционную. Потому что для него это все было больно. Он видел вот это обрушение основ патриархальности вот того всего лучшего, что было уничтожаемо вот именно вот в эти страшные годы. Как мы теперь уже разобрались. То есть, уже когда Берета пришло, пошло сокращение убийств. Там была такая землячка, которая уничтожила русских офицеров десятками тысяч. Вы о ней можете... Об этом все можно почитать. Землячка на самом деле землячка. Да, совсем не землячка. Вот не буду озвучивать имя, фамилию. А еще в ней энергии не давать. Вот. И поэтому вот Берета, он был художником-оформитель. И Алла Александровна в те времена стала ездить. Вот она ездила на Мальту, на какой-то конгресс там всяких теосов. Она выступала, потому что в ее задачу входило только одно. Ей нужно было издать вот это все. Ей нужно было издать «Розу мира». Ей нужно было издать всего Данила Андреева. Сразу скажу. «Роза мира», «Русские боги» и «Железная мистерия». Вот такой триптих – это три его основных работы жизни. И она все это издала и через огонь ушла. Нельзя чего-то делать не потому, что Господь нам Бог накажет, а потому что Он есть. Просто потому, что Господь есть, я – создание Божье. А раз я – создание Божье, я должна все-таки как-то стараться действовать так, как Он хочет, чтобы я действовала. А оно еще вообще-то, это все можно как-то найти? Все можно, все издано. Скажите, пожалуйста, «Розу мира» сейчас я покупаю, но совсем такой изданый, потому что я не стихи читала. Я тоже, конечно, была такая книга, была оранжевая, бордового цвета. Вот нужно сравнивать только вот у меня сравнивать вот с этой. Вот мы имеем подписанный Алла Александровна первоисточник. Здесь проверено каждое слово. Однажды была такая история, когда 21 апреля за Данилом приехала легковая машина. Сказали, что его увезут в Харьков на конференцию. Увезли его в тюрьму, был обыск. Обыск длится 14 часов. И по статье 206 их сажают. Следствие продолжалось 19 месяцев. 13 месяцев на Лубянке во внутренней тюрьме и 6 в Рефортово. Основное обвинение антисоветские романы, стихи, которые читали и слушали несколько человек. А также было добавлено подготовка террористического акта. Причем покушение должно было быть на Сталина. Здесь я вам, конечно, скажу, что Алла Александровна отношение к Сталину было однозначным. И они были осуждены на 25 лет. То есть они были осуждены, тогда была отменена смертная казнь, то есть если бы она не была отменена, их разделяли. А так их просто посадили фактически пожизненно, 25 лет. То есть вот начинается история их любви. И Алла Александровна, когда ее спросили на допросе, ну она была, говорит, я всегда была очень прямая, как рельса. Как вы относитесь к Сталину? Она сказала, я его ненавижу. Ну то есть вот как бы вот она была вот такая. И вот они отправляются. 25 лет строгого режима. А ее не посадили за такого, Андреева? Их вместе посадили на 25 лет. Все. То есть это им дали высшую меру. Но они вместе были? Нет. В разных местах. Нет, конечно же в разных. Она поехала в мордовские лагеря, а Даниил Андреев отправился во Владимирскую тюрьму. В мордове. Естественно он вышел оттуда, у нее там был инфаркт, он вышел оттуда абсолютно больным человеком. И Алла Александровна тоже, тоже я здоровьица потеряла. А по одному пожалею. Она очень дружила с Львом Николаевичем Гумилевым. Потому что вообще Николай Гумилев был любимый поэт Даниила Андреева. И она говорит, Володь, надо нам встретиться с Гумилевым. И вот мы что-то, мы прошляпили. Вот этот момент вот прошляпили. Вот не встретились. Она очень много, она его очень лично хорошо знала. Звонила при мне ему. Но вот прямого контакта у нас не состоялось. Надо было в Питер ехать, заморачиваться на эту тему. Вот не заморочились. Но я считаю, так не судьба. С ней у нас была судьба. И вот вчера был Курносов профессор. Они тоже дружили с Аллой Александровной. И мало того, они даже хорошо знали отца Николая, который ее как раз-то исповедовал. Отвечал ее духовник. Который венчал ее с Данилом Андреевым. Я сейчас об этом скажу. И который отправлял его уже в рай. В бабушке и к маме. Навстречу. Их камера, вернее, во Владимирской тюрьме называлась академической. Потому что там было трое заключенных. Парин. Это физиолог он. Раков. Войный историк. И Андреев, в общем, он официально шрифтами только занимался. Но вообще-то поэт. И поэтому, что они сделали? Они организовали для заключенных занятия. То есть, парень им читал лекции по физиологии. Раков по военной истории. А Данил Андреев написал краткое пособие по стихосложению. Вот их обожали сокамерники. Вот им специально, причем зэков, понимаете, им зэков. Их очень уважали. И они даже сочинили так называемый новейший плутарк. То есть, гротесковые вымыслы не существующих людей, но описанных как у плутарка и как знаменитые. Ну, которых вообще не существовало в действительности. И, как вспоминают его сокамерники, у него появилась большая радость. Он стал писать на клочках. То есть, он писал так, как будто он в потоке, он, то есть, находился в потоке, как будто он еле успевает записывать. Вот он писал, писал вот этот урок, он начинает писать «Розу мира» во Владимирской тюрьме. Причем он не просто, он причем ее пишет. Потому что мы будем говорить с вами завтра о прозрении. То есть, он показывает путь провидца. Он его концептуально объясняет. То есть, ему шли видения. То есть, на самом деле, как говорит Алла Александровна, у него в юности были очень темные пятна, связанные не с тем, что он был пьяницей или развратников. Нет. У него были путешествия в низкие миры, в очень темной славе. Конечно, когда говоришь о Данииле Андрееве, то, ну, невольно, невольно, да, вот вспоминается, конечно, Данте. Вот, Данте, все его путешествия в круге ада, в круге рая. И вот, представляете, вот, что интересно, а мы будем говорить о метаистории уже завтра, что параллельно создается произведение, которое знает весь мир, ластерин колец. Но, тем не менее, два самых знаменитых романа Толкина спрятаны. Никто не может их даже найти. Откуда они известны? Вот известны они, об этом есть информация. Их запрятали на Саксе. Самое главное, то, что Даниил описывал тонкие миры. И он видел историю, то есть он описывал историю, которая происходила на земном плане и которая происходила в мирах, как высоких-тонких, так и именно в мирах таких затемнённых. Даниил чётко описывает дискотеку. Мы завтра об этом с вами прямо увидим. И что происходит на вот этих всех мероприятиях. И, действительно, он был в первую очередь поэтом. Потому что поэт в древнем значении понятия, где мысль, слово, чувство, музыка, а у него очень музыкальная стихи. Мы это с вами увидели слиты в единое явление. Поэтому, конечно же, он поэт и он весь не. Он не пользовался никакими техниками. В этом Ауслан постоянно говорил, он не владел ни медитацией, ничем. У него всё это происходило либо во сне, либо в алмазе сознания. То есть у него вот эти были видения. И всё, что он использовал в своей жизни, это была простая православная молитва. У него ничего другого не было, но Индии он очень интересовался. Поэтому здесь даже в одной из книг есть, понимаете, там прямо подчёркнуто, так интересно, его подчёркивание. И я так смотрю, я это читаю, думаю, боже, что мне что-то это очень напоминает. А там он пишет, что мне так понравилось объяснение, просто, вот, душа, она вот, если, грязью наполнится, то её вот утягивает вот в эти слои тёмные. Вот она в тёмные слои идёт. А если она светом наполнится, она, значит, насколько она светом или тьмой наполнилась, она либо туда ныряет, либо туда. И я читаю, и я смотрю прямо, подчёркнуто, это одно из индийских учений, там прямо так вот написано, вот, Манада, вот, тра-та-та, прямо, именно вот этот момент. То есть, конечно же, мы понимаем, что он использовал, он интересовал индийское и был ведическим по природе своей. Поэтому, конечно, у него был такой, ну, своеобразный волховской опыт, тяжелейший, да, будучи во Владимирской тюрьме. И видите, как парень, советский академик, очень подружившийся с Данилом, с удивлением рассказывал Александр. Ему было такое впечатление, что он не пишет, в смысле сочинять, а едва успевает записывать то, что потоком на него льется. То есть, не сочинять он не мог. Извинилось тюремное начальство, и Давид Иванович Крот, облегчивший режим, разрешил переписку и свидание с родными. Моя мама Алла Александровна стала ездить к ним на свидание. Она стала в мордовском лагере получать письма от Данила, испещенные очень мелким стихи, то есть, все стало получать. И тогда были написаны черновеки розы мира, русских богов, железные мистерии, восстановленные, написанные до ареста. Все было уничтожено, все, что он написал, было уничтожено. Янтарим, древняя память, лесная кровь, предгорье, лунные камни. Написано стихотворение «Усти жизни», отрывки поэма «Германцы», которую он вспомнил. И они вошли в главу из маленькой комнаты книги «Русские боги». Время шло, 56-й год, идет комиссия Хрущевского по пересмостру дел политзаключенных. И, в общем-то, по дороге Москва-Караганда, в общем, где, говорит, нас встречали, ее освобождают, сказали, говорит, просто Андрей, вы собираетесь с вещами, завтра выходишь на волю. И я вышла в золотеющий Мордовский лес. 15 августа была в Москве, а 25 августа 56-го года на первом свидании с мужем во Владимире. Прошло 10 лет. То есть сократили с 25 лет, то есть они 10 лет в тюрьму, но этого хватило. Никто не доживал на самом деле. Вот. И, в общем, он схватил ее, поднял на руки, надзирательница смотрела и плакала. И он тихонечко передал ей под столом четвертушку с тетради, тетради со стихами. Она ее там, значит, взяла. В общем, оставалось 8 месяцев, но судимость не снималась. и Данил говорит, я никого не собираюсь убивать. В этой части прошу мое дело пересмотреть. Но, пока в Советском Союзе не будет свободы совести, свободы слова, свободы печати, прошу не считать меня полностью советским рождением. Слава Богу, у Аллы Александровны была женщина-коммунист, которая нашла способ вызвать из налившего над Данилом продолжение тюремного срока. После вот этой фразы. Так как его перевезут в Москву, в Лубянку, Давид Иванович совершил подвиг. Он передал ей мешок, Алле Александровне и сказал, вот это вещи Данила Андреева. А там с вещами были запутаны черновики Роза Мира, Железная Мистерия и всего-всего-всего. Таким образом они оказались у нее и не исчезли. В мешке было 11 тетрадей черновиков, написанных в тюрьме. Если бы не Давид Иванович, не было бы книг Данила. И она их уже привозит. А дальше его направляют в институт сербского, чтобы поставить диагноз. А если есть диагноз, ему ставят диагноз, тогда это было немножко другое, никак. В общем, это был выход. То есть, ему поставили диагноз, что у него лобильная психика. То есть, у него была депрессия. А у человека депрессия, он так вот сказал, а у человека депрессия, он так сказал. И вот благодаря вот этой прекрасной коммунистической женщине, с которой они вместе сидели в одних лагерях, его увезли к Серповскому. А 21 апреля 57-го года, 21 апреля, интересно, его забрали, 21 апреля 57-го года он вышел, а 21 апреля 47-го, 10 лет, да, все правильно, 10 лет. Вот, то есть, на 15 лет раньше. И вот он вышел, в общем, в Москву, мы взялись за руки, пошли в Подсосненский переулок к моим родителям, потому что ничего своего у него у нас не было. Они скитались, то там жили, то там жили, фактически не было работы, фактически не было денег, потом он стал получать персональную пенсию, можно было платить за квартиру, и окружить его заботой, он умирал. И не выпускал, когда его отпускала стенокардия сердца, когда сердце давало возможность, он тут же начинал писать. И, то есть, он не крестовая работал. Однажды даже они пишут о том, что я, говорит, не понимаю, просто даже не понимаю, как тяжело, больной, смертельно больной человек мог столько работать, столько писать, но он был одержим этим, ему нужно было все это завершить, все это закончить. И однажды они даже пошли послушать симфонию Шостаковича, и там была лестница, она говорит, пойдем поднимемся на лифте, он говорит, нет, даже рассердился, для меня очень важно подняться по лестнице. Эта лестница один из самых драгоценных символов возвращения в Москву. Когда они работали, он требовал, чтобы она уничтожала все его письма, она уничтожала все его письма, и я, говорит, не понимала, мы же, вышли уже с заточения, но к нам стала ходить какая-то очень милая девушка, она уже была в НКВД, и, ну, я, говорит, уже молчала, что он пишет Розу Миру, я никому, говорит, не говорила, а девушка оказалась очень порядочная, ей сказали следить за Даниилом, и она просто потихоньку уехала в другое место, то есть отвела она вот это, Даниил умирает, вот можете понять, сколько они вообще видели друг друга, никогда они не говорили о заточении, Единственное, что он сказал, что, ну, с юмором, говорит, знаешь, чем хорош носовой платок в тюрьме, можно его постелить, прилечь, и вторым на самом глазком прикрыться, вроде как тепло будет. У меня ничего не уйдято, старостью, я и любить могу, не видя, не глядя, не дотрагиваясь. Тюрьма оказалась таким даром судьбы, за которую я бесконечно благодарна. Что-то вот слепоту я тоже получила, и пока не могу понять, что она мне хорошего принесет, что она дает, но во всяком случае выносить это я могу, может быть, благодаря тюрьме и лагерю, которые приучили меня распределению ценностей, что важно, что менее важно, что совсем не важно. И потом, ну, если хотите, тому, что называется терпением, смирением и верой, значит, так надо. Это не всегда легко. и клочки его, кстати говоря, там спасали, потом, как видите, уже и тюремщик спас вот этого, все, розу мира, и в итоге они вот уже на машинке вот ее перепечатывали, то есть, они все работали над этим. 12 октября 58-го года он закончил розу мира, а она работала в саду, они поехали, были на Северном Кавказе в горячем ключе, то есть, золотились чинары, цвели азалия, то есть, было очень красиво, живой огонь, ложился пёс какой-то бездомный, который, говорит, очень трогательно к нам привязался, и вот она пошла Алла Александровна писать этюб, вернулась, а он ей прочитал, в общем, его буквально слова «Я кончил книгу», «Но знаешь, не рад, как у Пушкина, миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний, что ж, непонятная грусть, тайна тревожит меня». Когда он кончил написание розы мира, его ведущие, который держал его, как будто, говорит, незримо опустил руки. Он умер 30 марта 1959 года и был похоронен на Новодевичьем рядом со своей матушкой. Отпевал его как раз отец Николай, и что интересно, в том храме на Шаболовке, где он их венчал, там же, в том же месте стал и Груп. И вот Даниил ушел в эти свои удивительные миры, уже о которых мы будем говорить с вами завтра, мы будем рассматривать вообще, что такое мета-история. И здесь, конечно, Алла Александровна говорит, самое удивительное было, что он написал однажды поэму, посвященную лесу. Он написал эту поэму, огромную поэму, вошел в лес и закопал ее. Он говорит, я где написал лесу и люди не должны слышать. Все по-взрослому. У него всегда все было вот так. Вот такая удивительная совершенно история, которая не перестает потрясать тем, что он совершенно неизвестен. С такой судьбой, трагической, с такими корнями, с таким размахом его произведений. Но здесь разгадка очень простая. Он пишет о том, что Русь она как раз явится оплотом твердыни и духа до всей планеты. И именно на Руси будет явлено учение звента свинтана, оно будет явлено женщиной. И это учение, которое проведет мир в эволюцию. Кому же это надо? И воздух поющий ветрами, и тихо щебечущий голос, и воды, и свищущий пламень имеет свой явственный голос. Но чем ты уловишь созвучие, лужаек, где травы и сучья, где выгибы все переливы беззвучной земли молчаливой? Язык ее смутен, как пятна, уста ее жаркие немы, лишь чуткому телу понятны, и песни ее, и поэмы, щекотным болезнеком в чаще дорогою мягко пылящей настежки листом перепелом она говорит с твоим телом. И слышит оно, замирая, от радости и наслаждения, в ней мощь первозданного рая и вечного сердца веенья. Она то сурово не волит, то жарко целует и холит, то нежит тепло и упруга, и матерь твоя, и супруга, на ее молчаливые волны напево ее и сказания вливаются душу наполня лишь в узкую щель осязания. Вхужай же ее откровение сквозь таинство прикосновение, что скрыто за благой и сушей, стопами прозревшими слушай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова